Глава двадцатая. Третья книга царств. И жены твои и лучшие сыновья твои мои. И отвечал царь Израилев и сказал, да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое. И опять пришли послы и сказали, так говорит Винодад, я послал к тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом, и дома служащих тебе и все дорогое для глаз твоих взяли в руки и унесли. И созвал царь Израильский всех старейшин земли и сказал, замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал. И сказали ему все старейшины и весь народ, не слушай и не соглашайся. И сказал он послам Винодада, скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать. И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать, пусть то и то сделают мне боги и еще больше сделают, если праха самарийского достанется по горсти для всех людей, идущих за мною. И отвечал царь Израильский и сказал, скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, в палатках сказал рабам своим, осаждайте город, и они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю Израильскому, и сказал, так говорит Господь, видишь ли все это большое полчища, вот я сегодня придам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. И сказал Ахаву, через кого? Он сказал, так говорит Господь, через слуг областных начальников. И сказал Ахаву, кто начнет сражение? Он сказал, ты. Ахаву сосчитал слуг областных начальников, и нашлось их двести тридцать два. После них счел весь народ, всех сынов Израилевых, семь тысяч. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с тридцатью двумя царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал, если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, так же схватите их живыми. И вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего. И побежали сириане, а израильтяне погнались за ними. Винодад же царь сирийский спасся на коне с всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириан. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему, пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать. Ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя. Слуги царя сирийского сказали ему, Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириан и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взявши продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом перед ними, как бы два небольшие стада коз, а сириане наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому, так говорит Господь, за то, что сириане говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, Я все это большое полчища придам в руку Твою, чтобы вы знали, что я Господь. И стояли станом, один против других, семь дней. В седьмой день началась битва, и сыны Израилевы поразили сто тысяч пеших сириан в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных двадцать семь тысяч человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его, мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые, позволь нам возложить вретища на чресла свои и веревки на головы свои пойти к царю Израильскому, может быть, он пощадит жизнь Твою. И опоясали они вретищами чресла свои, и возложили веревки на головы свои, и пришли к царю Израильскому и говорили. И сказали, раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою. Тот сказал, разве он жив? Он брат мой. Люди эти приняли сие за хороший знак, и поспешно подхватили слово из уст его, и сказали, брат твой Винодад. И сказал он, пойдите, приведите его. И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Винодад, города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии. Ахав сказал, после договора я отпущу тебя. И заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому, по слову Господа, бей меня. Но этот человек не согласился бить его, и сказал ему, за то, что ты не послушаешь глаза Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня. И пошел от него, и лев встретил его, убил его. И нашел он другого человека, и сказал, бей меня. Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк, и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал, стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский, таков тебе и приговор, ты сам решил. Он-то час снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный и прибыл в Самарию.